Это что? Это закрытость. И что оцениваете в этих кандидатах? Как вообще нам понять, их брать или не брать? Очень я рад, что сегодня молодежь. У нас даже присутствует немного. Это очень приятно. Ну, давайте поговорим. Я сначала, вы знаете, я хочу предупредить вас, я, наверное, буду говорить очень быстро, потому что время у нас ограничено, а мне хочется дать вам какой-то все-таки инструментарий, чтобы мы с вами не только философствовали, а чтобы вы получили какие-то реальные от меня инструменты, которые я могу дать. Поэтому говорить буду быстро, но если у вас что-то, какие-то вопросы, вы, пожалуйста, прямо задавайте их, мы с вами тоже рассмотрим их. Если вопрос требует какого-то такого масштабного, длительного ответа, тогда мы с вами потом поговорим, да, уже вне вот этого занятия. Я представлюсь, меня зовут Леонид Леонидович, и я работал менеджером по адаптации к корпоративным коммуникациям в свое время в крупнейшем издательском доме. Это были, конечно, больше творческие сотрудники, хотя были и продажники, и прочие тоже линейные, как то, что мы называем, да, линейными сотрудниками, работниками. Было чар-директором в Центре маркетинговых исследований рекламных технологий. Это найти творческая такая структура, приходилось с творческими людьми работать, выстраивать мотивацию, подбирать их, оценивать, приучать к соблюдению сроков. Вот это все было, и приходилось выстраивать среду в компании для того, чтобы эти люди были инициативными и предлагали свои идеи. Да, вот все-таки по работе, как что улучшить можно и так далее. Потом мне пришлось с нуля запускать журнал «Директор по персоналу». Может быть, вы слышали, такое есть. И очень тоже много чего нужно было сделать вначале, не только с точки зрения HR, а вообще с других, с точки зрения медийных технологий. Мы организовали вебинары, обучающие для специалистов в сфере управления персоналом. Открыли школу «Директор» для директоров по персоналу. Разные уровни, но очень много было стратегического обучения. Я прошел обучение дополнительно для себя при МГУ. Я закончил этот вуз МГУ Ломановсовой, потом еще прошел переподготовку 250 часов по HR-технологиям. И у меня есть две книги, вот такие. «Мотивационное интервью Эджайл», «Про Эджайл» и «Про мотивационное интервью». «Мотивационное интервью», коротко просто скажу, это в основе этой книги методика, которая использовалась психотерапевтами для работы с зависимыми людьми. Задача психотерапевта была, знаете, что сделать? Вот пробудить в людях мотивацию работать над собой и избавляться от зависимости. А здесь вот я писал так, как работать с этими методиками, переложил, по сути, их на HR, чтобы в сотрудниках, которые есть уже в компании, пробуждать желание работать, когда оно, допустим, у них снизилось или вообще исчезло, и кризис, и так далее. Вот так коротко обо мне, но не будем, наверное, на этом сейчас долго задерживаться. Давайте я вас спрошу, часто ли вы находите и приглашаете на работу соискателей, которые идеально соответствовали всем требованиям компании? Один процент у вас. Прекрасно, правдивый ответ. У вас как вы могли бы оценить, сколько процентов? Ну так, навскидку просто, ноль процентов. Ну у вас IT, я знаю, мы с вами уже поговорили, да, там сложновато найти, да, целиком в совпадающих. Хотя, казалось бы, сейчас уже много достаточно, да, IT-специалистов, но хороших, вы сами понимаете, как и любых других специалистов, найти очень сложно, тяжело. Да, вот именно, вот правильно у вас хорошее слово, совпадение, да. Это вот называется, когда ожидания ваши и ожидания кандидата совпадают. Да, вопрос совпадения. Действительно, это бывает очень редко. О причинах можно говорить долго. Я вот хочу вам привести такую статистику. Опрос исследований, как хантов проводил. И вот смотрите, вот здесь, да, вот этот показатель. Кандидат подходит лишь отчасти, да, откладывает, откладывает в основном резюме на всякий случай. Ну на всякий случай это как раз и означает, да, на тот случай, что вдруг лучших не найдется и придется работать с тем, что есть, как мы говорим, да. Вот, посмотрите, огромная цифра, 57, но я думаю в душе, что она могла быть еще больше. Вы понимаете, что сейчас, ну, время такое, да, технологии появляются современные, все ускоряется, убыстряется. Есть такое понятие, вы, может быть, слышали, что рынок существует по принципам вука, так называемой, да, каждая буква, вот в этой аббревиатуре, вука английская, да, означает свое определенное слово, что все быстро меняется, нет стабильности. Даже некоторые HR сейчас поговаривают о том, что и бюджет им надо составлять надолго, нет смысла, потому что все меняется и все это вот не имеет уже, да, планирование долгосрочное, оно уже почти не имеет никакой сути. Хотя, опять же, с этим можно спорить, и бывает, что, как вам сказать, бывает, что нужно просто хорошо спланировать, да, все, вот как раз предусмотреть эту изменчивость. Ну, вот, тем не менее, найти подходящего, конечно, сложно, а вузы и другие образовательные учреждения, вы понимаете, что они выпускают людей, которые, ну, не соответствуют требованиям бизнеса уже давно, и в этом тоже проблема. Поэтому, конечно, долго обосновывать нашу тему сегодняшнюю, что она оправдана, наверное, и не нужно. Итак, что же мы сделаем, если кандидаты не совсем подходят? Ну, первый, это вы, наверное, понимаете, это такой шаг простой, понятный. Нужно сначала нам с вами определиться, в чем мы отступим от наших ожиданий, да, от требований. Если можно так сказать, мы, когда планируем, да, перечитаем требования к кандидату, по сути, это что? Это некий такой, ну, если можно так сказать, идеальный вариант, да, мы хотим такого. А когда же мы работаем с реальными кандидатами, да, то надо понять, от чего мы готовы отступиться в своих требованиях, и с какого кандидата мы будем рассматривать, да. Может быть, вот здесь видите первый такой, первый пункт, может быть, мы будем искать с опытом не три года, как нам хотелось бы, ну, а полтора год подойдет, да. Может быть, нам все-таки не стремиться рассматривать только тех кандидатов, которые придут к нам строго с таких же позиций, на которые мы ищем, да, предположим, там, маркетолог или там менчендайзер торговых, там, я не знаю, каких-то сетей, да, ну, может быть, нам надо как-то подумать, и мы кого-то еще готовы рассматривать, да, на такую позицию. Что еще? Может быть, мы не будем искать из той же отрасли, да, а мы подумаем, из каких отраслей еще можно взять кандидатов. Я вам расскажу такой пример. Мы однажды с моим коллегой подбирали очень многочисленных нам надо было набрать логистов и экспедиторов в новую компанию, открывался новый логистический комплекс, и мы столкнулись с тем же, что, ну, нет вот идеально подходящих. Тогда мы поняли, что нам нужно все-таки как-то дальше-то двигаться, ну, что же, мы останемся без работников. И мы решили, что мы определим главные компетенции, которые нам нужны, да, в этих кандидатах, вот главные, без которых нам не нужно. Это не опыт, это не, там, сфера деятельности, а вот качества, какие качества нам принципиально, чтобы были в людях. А потом мы их уже обучим, да, мы их доведем до кондиции, как говорится, да, до того, чтобы они нам полностью соответствовали. И мы долго думали, как нам поступить. Вы знаете, какое у нас вызрело решение, очень такое неожиданное. Мы обратились в учебный центр МЧС. Мы сходили туда, посмотрели на то, как обучают там, какие экзамены, зачеты сдают учащиеся. И мы поняли, что нам они подойдут, потому что нам нужно что для экспедиторов, для логистов ответственность, умение реагировать на, правильно реагировать на стрессовые ситуации, да, дисциплинированность, ну, такая, чтобы самоконтроль был. И, в принципе, вот мы набрали оттуда людей, потому что где-то 50% выпускников этих центров МЧС не устраиваются по работе, не потому что сами не хотят, а потому что их не берут. Нет мест для всех, а нам они пригодились, да, и очень хорошо, кстати, работали потом, потому что вот эти, их качества, вот не прикладные навыки, да, понятно, что в МЧС не учат быть логистами, да, но их вот эти компетенции, они нам пригодились. Теперь, вот Эмиль написал, кстати, 0% вообще, я вижу вот в чате у меня сейчас, что вообще никогда не бывает такого полного совпадения, да, кандидатов и того, что нам нужно. Вот здесь я привел таблицу вам, вот видите, особые требования, вот желательно, обязательно, мы обозначаем, что нам обязательно, что нам желательно, с каких позиций может прийти, да, и вот смотрите, например, здесь речь шла о риск менеджере, нам нужен был риск менеджер в банк, но решили, что можно порассматривать из производственных компаний, но почему бы нет, если человек владеет вот этими инструментарием работы с рисками, да, например, из других сфер бизнеса, финансовый аналитик, почему нет, если он умеет выявлять и устранять риски. Вот так вы решили, да, описали. Поэтому вот такую желательно составить табличку, наметить себе, откуда мы можем взять людей, с какими обязательными личностными качествами, или там, может быть, чуть-чуть можно обозначить и какие-то профессиональные качества, да. Возможно, вы можете даже здесь обозначить, вот из каких компаний мы можем их рассматривать, да, и вот уже будет легче дышать, уже будет легче работать, да, уже легче как-то вот определять кандидатов для собеседования и их дальше оценивать. Теперь давайте посмотрим, что дальше. Вы понимаете, что в таких людях нам принципиально важно оценить три компетенции, да, обучаемость обязательно, но если мы собираемся их обучать, мы должны понять, они вообще обучаемы, они обучатся, и насколько быстро, да, ведь нам же в реалиях, да, у нас нет вот времени, чтобы долго и среди, чтобы долго их обучать, да, нам желательно, чтобы они все-таки побыстрее обучились, поэтому обучаемость надо обязательно, потенциал оценить и мотивацию. Вы сами понимаете, что вот без мотивации, наверное, ничто другое и вот из этих трех качеств не раскроется, да, потенциал, например, будет очень сложно, да, раскрыть обучаемость тоже, поэтому, конечно, нужно обязательно вот все эти три компетенции оценить. Мотивация, вы сами понимаете, желание в принципе работать и желание работать, конечно, в идеале именно в нашей компании, да, да. Я понимаю, что мотивация, например, другое исследование первой толкует во время испытательного срока. Мы можем, почему нет, мы сейчас с вами посмотрим, мы можем определять уже тоже обязательно дальше вы оценивать вас рэперные точки оценки в течение испытательного срока или в течение срока адаптации, который больше, чем испытательный срок, да, вы, конечно, должны их оценивать как-то, понятно, но желательно на входе, а вдруг он не обучаемый, да, вам желательно прощупать кандидата, он вообще, ну, обучится, он... А мы сейчас с вами посмотрим, как это сделать, да, конечно. Конечно. Я хочу обратить внимание, что о том, как проводить интервью с кандидатами интервью по компетенциям, мы также осматриваем на других курсах. Сейчас, к сожалению, мы не сможем с вами подробно это рассмотреть, вот саму технологию, да, ну, вот у нас есть менеджер по подбору уровень 1, практический курс по подбору персонала, там мы рассматриваем подробнее. Сейчас просто мы не сможем, но, тем не менее, имейте в виду, по сути, это интервью по компетенциям или еще другие инструменты оценки, которые мы сейчас с вами затронем, по каждому из этих вот трех пунктов. Ну, давайте посмотрим. Значит, у нас есть два типа неидеальных кандидатов, вы знаете, обладающие неким опытом, как мы говорим, и не обладающие опытом работы на должности, да, потому что иногда приходится брать, ну, молодежь, да, выпускников учебных заведений, они не обладают еще никаким опытом, но нам тоже надо их как-то оценить. И это можно сделать, мы сейчас с вами тоже посмотрим дальше, да, как это сделать. Давайте теперь продвинемся. Итак, мотивация к работе. Очень простые, мне нужно дать вам простые приемы. Вот смотрите, вопрос простой. Вы рассказываете о вакансии, в целом, описываете ее, можно чуть-чуть о компании рассказать, да, и смотрите на реакцию человека. Как он слушает? Ему это интересно, неинтересно? Он будет вам задавать какие-то вопросы? Начнет задавать вопросы, да? Вы, если он не задает, побудите его вот такой фразой, да, вот как здесь я вам предлагаю, такой, задайте ваши вопросы. Вряд ли я рассказал и рассказала все, да? Вы побуждаете его задать вам вопросы, если он сам их не задает. Слушайте, какие он вопросы задает. Если он начинает вас расспрашивать, вот у меня было такое, ну, много всяких случаев, но я помню, приходит вот кандидат на позицию дизайнера, и он начинает меня расспрашивать, а вот где мой компьютер стоит? А там кондиционер близко или нет? А там, ну, я не знаю, что там еще? А окно? А как свет падает? В принципе, это ничего для дизайнера, да, ему важно, действительно, наверное, как на монитор свет падает, где там дует, кондиционер не дует, еще нормально. Но потом, когда вот он продолжил эти вопросы вот в этом же ряду, в этой же вот, в этой же вот тенденции, да, то, конечно, я понял, что, ну, человек интересует что-то там, ну, вот, знаете, вот просто его комфорт, да? Он мне говорит, а вы меня, например, будете отпускать на час пораньше каждую, ну, не каждую там, допустим, раз в месяц, а летом раз, два раза в месяц, на какие-то там велосипедные гонки я участвую. Я говорю, вы понимаете, в нашей работе бывает, что не всегда можно уйти на час раньше, более того, у дизайнера бывает такое, что можно и в пятницу нужно иногда задержаться даже ненадолго. Ну, вот, понимаете, и вырисовывается партнер, что человек интересует условия, у него очень потребительское отношение к работе, сам он ни в чем развиваться, в принципе, он даже не спрашивает про это. А какая программа, а что мне предстоит сделать, какие у меня будут задачи, его это не интересует, да? То есть, а что будет, вот, понимаете, он же идет в другую компанию, человеку, наверное, было бы интересно спросить, а что, вот в чем будет отличие от задачи в том, что я делал и что сейчас? Нет, этого ничего нет. То есть, это уже, знаете, такой сигнал небольшой, чтобы как-то вот это подметить и потом дальше в беседе также еще раз возможно к этому вернуться как-то и посмотреть, да? Конечно, вот смотрите, проективные, ну, нет, это не проективный вопрос, это к нему прямой вот вопрос. Опишите, пожалуйста, работу, которую можно назвать идеальной, да? Опять же, то, как он будет написывать свою идеальную работу, мы поймем, а чего он от нее ждет, чего он хочет, что для него она значит, эта работа, да? Вообще, вот для чего он работает, ради чего он работает? И если мы видим, что, ну, вот, ну, неизбежно для него, ну, заработок, источник денег для существования и так далее, не более того, ну, наверное, тоже такие кандидаты имеют право, ну, право быть, да? Да, но, наверное, тогда хорошо, если он профессионален уже, да, и мы понимаем, что, ну, да, он профессионал, и поэтому, конечно, он уверен сам, и мы можем допускать, что он все хорошо сделает, но вот, да, у него уже такое отношение к работе, он может это себе позволить. Но когда к нам идет человек, который совершенно не имеет опыта никакого, и начинает он, да, сами, вот, говорить только там в ключе каком-то определенном, да, выгод, да, вот, заработка и так далее, то, конечно, это должно как-то нас, ну, настораживать. Проективный вопрос, да, почему в некоторые компании стремятся попасть на работу, а в другие нет? И тоже человек, опять же, да, он нам, ну, покажет своим ответом, как вот, что для него, по сути, причина, да, выйти на работу, для чего он пойдет, и мы поймем, он настроен, вот, постигать новое, да, какие-то вот подмечать новые профессиональные вещи, учиться у кого-то, вот здесь мы поймем, да, Потому что если человек нам, особенно представьте, выпускник вуза, если он нам говорит, что да, я хочу понять, например, что такое джафа программирование, как оно делается, или там, я хочу научиться прямым продажам, да, чтобы продавать любую вот мелочь, любую ерунду успешно, конечно, это для нас признак того, что человек настроен обучаться, развиваться здесь у нас, И это хороший такой знак. Ну, как вы распределяете обычное время в течение дня, в том числе выходные, мы поймем по ответу, какое место занимает работа в его жизни, да, если он говорит, да, и в выходные у меня много дел, да, и вот в будни он нам рассказывает, я там быстрее сбегаю с работы, у меня там вот то-то, то-то, ничего, в принципе, что делать? Работа должна занимать свое место, да, наверное. Но если у начинающего специалиста работа фигурирует очень мало в распорядке, да, всего, и профессиональные какие-то вопросы, да, не обязательно же ему сидеть на работе все время. Но если он, например, нам говорит, да, я почитаю что-нибудь там, ну, вот будет возможность, если у меня есть возможность, я почитаю что-нибудь для себя, чтобы профессионально развиваться, конечно, хороший уже знак, да, значит, мы предполагаем, что, в принципе, наверное, человек хочет развиваться, это важно для нас. Стандартный вопрос. Чем вам интересна наша вакансия? Или знаете, почему вы должны принять именно вас? Это, конечно, уже, знаете, такое становится несколько напоминающим моветон, да, потому что смеются над этим соискателем. Но вот тем не менее, например, если не спрашивать, чем, почему мы должны именно взять вас, а вот чем вам интересна наша вакансия, это, в принципе, то же самое, но только перефразировано по-другому, и человек, когда отвечает, он, конечно, ну, приведет какие-то аргументы, и мы посмотрим, что это за аргументы, да, какого рода это аргументы. И дают ли нам ответ основания предполагать, что человек настроен вообще приобретать навыки, что-то делать, вот как-то быть эффективным, развиваться и так далее, да. Ну, сторителлинг – это реальная или выдуманная история, как взяли на работу человек, но он не все умел и не справился с работой, да, мы посмотрим на реакцию, как он будет это все комментировать, да, вот мы говорим, ой, вот, знаете, да, они, да, приняли, вот у нас был случай, приняли тоже, вот на работу, такого человека, в общем, он настроен был хорошо, ну, вот работал и не выполнил, да, вот вообще все сорвал, и нам пришлось как-то решать эту проблему, и было сложно и для него, и для нас, да, и для нас были сложности, вот как нам теперь поступать, если вдруг, вот как вы смотритесь на эту ситуацию, не сложится ли у нас с вами такой ситуации или еще что-то, вот как он будет реагировать, да, если он говорит, что, ну, вы знаете, я приложу усилия, я буду стараться все-таки читать, спрашивать, там, я не знаю, еще что-то делать, да, то тогда хорошо, конечно, это хороший для нас знак, да, опять же, но если он говорит, ну, да, ну, что ж, получается, наверное, вот, ну, компания его никак не обучила, не показала, не разъяснила, отчасти, возможно, он тоже прав, да, но если только этого рода доводы у него, и он не анализирует полностью ситуации и никак не говорит ничего о усилиях этого человека, который, да, вот все провалено, то, конечно, это тоже плохой знак, и можно просто сказать, вот, мягко сказать, что он перспективный, но у него не все компетенции, да, которые необходимы. И тоже посмотреть на реакцию, да, на его, что происходит, как он реагирует, да, что он нам скажет, да, опять же, да, и, ну, тут, конечно, надо понимать, что он может вам в тот момент, когда вы его спрашиваете, сказать, да, я буду, я все буду, да, но, опять же, вы можете задать дополнительный вопрос, а как вы хотите, чтобы это происходило, вот, как вы собираетесь, как вы видите свое самосовершенствование, свой рост, как вы понимаете его, конечно, нужно задавать дополнительные вопросы и смотреть, и если он, знаете, мы сейчас потом с вами рассмотрим с горячими глазами, как принято у подборщиков говорить, нам нужны люди с горячими глазами, но это можно попасть очень хорошо. Если вот у него горят глаза, он готов на все, но когда вы начинаете спрашивать, а как ты собираешься, а как ты видишь свое развитие у нас, а что от нас ты ждешь, и он не может вам ничего разумительного сказать, но это тоже, возможно, горящие глаза горят, возможно, по другой причине, и, возможно, тут мотивация какая-то у него личная, своя, которая может не совпасть с ожиданиями работодателя от него, да, поэтому, конечно, нужно как-то вот, ну, реагировать, да, на это. Давайте дальше пойдем. Что касается тестирования, не очень сложный тест, вы, возможно, слышали про него, мотивационный профиль с помощью вот Ричи Мартина, да, теста Ричи и Мартина. Есть утверждение, к ним дается четыре варианта, да, и кандидат выбирает свой вариант, да, но как выбирает, он распределяет 11 баллов между вот этими четырьмя вариантами, баллы распределяет, и вы смотрите, потом вы делаете анализ, и по ключу, там очень простой ключ, вы просто анализируете, и вы получаете мотивационный профиль. По сути, что это такое? Это вы увидите, какие факторы мотивации для него главные, в смысле, вот мотивирующие факторы, какие у него наиболее сильны, что он хочет, да, какие. Для нас, конечно, важны вот такие факторы, как самосовершенствование, да, достижение, возможно, креативность, да, если человек нам нужен творческий, он креативно мыслит, то, конечно, желательно, чтобы у него была вот эта, да, эта креативность. Самосовершенствование понятно, значит, тот все-таки настроен развиваться и, скорее всего, будет стараться обучаться, да. Вот такие, такой тест. Тест. Простой, достаточно, несложный. Ключи есть к нему везде, можно легко найти в интернете, посмотреть, почитать, это легко можно сделать и просто вот составить. Но имейте в виду, что любые тесты, конечно, не на 100%, они не гарантируют ничего. Для вас это некий такой ориентир, который вот, ну, служит основанием для каких-то ваших дальнейших, да, действий. Но, тем не менее, это такие сигналы, такие вот, знаете, опорные пункты, маячки. Существуют еще, конечно, тесты, может быть, вы слышали тест ТАТ, тематический, вот, знаете, вот этот тематический апертиптивный тест лучше, конечно, все-таки, чтобы это проводил уже психолог, потому что здесь вот он такой посложнее. Ну, а вот этот 16-факторный опросник Кэтала и МНПИ, это тоже все-таки желательно, чтобы проводили психологи. Хотя, вот я здесь написал, что есть бесплатный скрипт и автоматический расчет, автоматический расчет результатов, но все-таки хорошо бы все-таки, чтобы проводил психолог и составлял интерпретацию результатов, кто же он. Да, но, опять же, это если вам, если вы очень сильно и очень сильно хотите прям просканировать, да, человека, его личностные качества и установки, если вы очень глубоко и серьезно к этому подходите, тогда да, тогда можно это использовать. Но вот в обычной практике, да, если тем более простые позиции вы закрываете, то, конечно, не стоит. Это усложняет, и это достаточно такие они объемные тесты, то, может быть, и не нужно, да. Так, шаг 3. Оцениваем потенциал. Так, кто-то из юмористов, да. Ну, если да, хотите, задавайте. Шаг 3. Оцениваем потенциал. Опять же, есть простые вопросы с нужными акцентами, да. Если бы сейчас вас познакомили с вашим боссом, о чем бы вы его спросили, да. Опять же, здесь важно услышать, вот, что хочет вообще человек, опять же, от работы. И знаете, вот что действительно, о чем, вот, первый вопрос, который он задаст ему, да, это очень интересно. Вот, о чем бы вы его спросили, да. Вот он говорит, ну, какая зарплата будет? Платится она регулярно. Важный вопрос, и бесспорно, действительно. Мы все работаем за деньги, это понятно. Но вот, если он, опять же, только об этом спрашивает, да, ну, тоже как-то, да, вот, понятно, что какие у него ориентиры, на что он хочет, да, получить от работы. Если же он, например, спросит, да, будет ли он меня поддерживать, выслушивать, будет ли он как-то помогать, не знаю, ну, что там. Будет ли он иногда выступать в роли консультанта, когда у меня есть какие-то идеи, предложения. Я подхожу к нему, например, да, что-то вот изложить. Вот он мне разъяснит, да, что не так в моем предложении. Чем предложение не подходит, да, там, почему, что в нем можно усовершенствовать. Это тоже очень такой важный вот нюанс. Чего хотите достичь в профессии? Как будете это делать? Да, вот тоже вопросы. Опять же, что он хочет в себе развивать, как мы с вами говорили только что, да, это из-за разряда дополнительных вопросов. А как вы будете? Вот у него есть представление о том, в чем он хочет развиваться. Вот мне однажды, например, кандидат на должность менеджера по продажам рассказал, что он хочет вот опять же в прямых продажах усовершенствовать, стать хорошим переговорщиком. Я его спрашиваю, а как ты представляешь тебе вот это вот свое самосовершенствие в этом направлении? Что конкретно? Ты понимаешь, что ты должен делать? Что ты ждешь от компании, чтобы она тебе помогла в этом? И он мне конкретно рассказал, кстати, прям, знаете, к чести ему, да, к его чести, вот он так хорошо описал. Он говорит, я буду ходить на переговоры уже опытных продавцов, наблюдать, буду для себя все это фиксировать. Я уже записывался на какие-то курсы, я уже там планирую для себя, как мне развивать вот эти уровни коммуникации, да, умение правильно дешифровать, да, слова другой стороны, потому что иногда люди говорят одно, но надо понимать, что за ними стоит и так далее. То есть вот человек объяснил четко, что он делает и уже даже что-то делает, да, он уже рассказал, что он уже предпринимает. Это, конечно, очень хорошо. Что нового появилось в вашей профессии и удалось ли вам что-то уже применить, да, тоже хороший вопрос. Мы понимаем, он следит за новинками, а если следит, то он уже пытается как-то их применять. Это очень вот важный момент, потому что обучаемость обучаемостью, когда человек, знаете, есть люди, которые учатся всю жизнь на разных курсах, везде ходят, у них масса дипломов, при этом они совершенно вот, ну, далеко не всегда эффективные сотрудники, да. Почему? Ну, потому что процесс обучения им нравится, а с трансформацией вот этих знаний в практику нет, да. То есть когда такой вопрос мы задаем, да, что нового появилось, вы отслеживаете вот это развитие, да, профессиональных каких-то направлений, вы их применяете как-то, мы спрашиваем и мы понимаем тоже по ответу, что вот он делает, да, как он вот настроен, да, на свое, на развитие в профессии. Он что-то вот уже хочет прям применять сам, да, он вот намерен, настроен применить. Это очень хорошо, если он настроен и намерен. Ну, и вот хороший вопрос, знаете, приходилось ли соискатели выходить за рамки своих рабочих обязанностей, да, мы когда спрашиваем, говорим, ну, вот там, по должностной инструкции вы не должны это делать, да, и вообще, не только по должностной инструкции, изначально воспринимали когда на должность и вам не говорили, что вы будете это делать, но вдруг в работе пришлось вот это сделать, да, что-то возникла такая необходимость, что-то сделать, что выходит за рамки ваших обязанностей. Как вы поступали? Что вы делали? Можно, знаете, немножко подыграть и сказать, а вы как вообще смотрите на такие ситуации? Не раздражают ли они вас? Можно так сказать. Даже да, вот знаете, бывает такое, и как-то прям неуютно я чувствую себя. Ну, немножко даже спровоцировать человека тоже можно, но чтобы посмотреть все-таки вот как он ведет себя, когда нужно выходить из зоны комфорта и задействовать свои скрытые резервы и скрытые, и не скрытые, те, которые есть у него явные. Тут, знаете как, можно еще прибегнуть к кейсам, словесные кейсы. Это не обязательно должен быть кейс написан на листе бумаги, чтобы он нам письменно дал решение. Нет, а в процессе разговора на собеседовании вы просто словесно описываете что-то. Ну, вот пришел там клиент, который сам не знает, что надо, ему вообще при этом уже недоволен, вот уже он настроен плохо, да, вы знаете, такие люди, которые не любят, когда к ним обращаются, пытаются им помочь. Вы знаете, да, иногда это и нас раздражает, когда чересчур нам хотят помочь, и мы понимаем, ради чего эта помощь, да, то, конечно, раздражает. Но вот, тем не менее, можно опрессовывать различные ситуации и просить тоже человека сходу, ну, как-то прикинуть, как вот он, да, будет ситуации проблемные разрешать, посмотреть это. Есть вот такая, знаете, очень интересная теория или модель окно Джахаи, вы, возможно, слышали, это очень простая такая легкая модель, четыре зоны в каждом человеке, зона та, где я знаю о себе что-то, а другие обо мне не знают, другие обо мне знают, я о себе не знаю, я о себе знаю, и другие обо мне знают, и никто не знает обо мне ничего, ни я сам, ни другие, да. Вот это простая теория, но там есть очень хорошие, интересные вопросы, с помощью которых можно прозондировать вот опять же эти скрытые явные резервы человека в процессе собеседования. Легкие вопросы, но сейчас тоже мы не сможем их вот так разобрать с вами, но это можно будет сделать, опять же, вот на наших курсах, менеджер по подбору персонала, практический курс по подбору персонала, менеджер по персоналу уровень 1, уровень 2 и так далее. Есть у нас же, вы знаете, еще и курсы по оценке тоже, тоже там рассматриваются различные инструменты. И четыре теста для оценки потенциала. Мы не будем их сейчас с вами подробно прямо разбирать, да, просто я вот вам их назову, тест Леонгарда Шмишика. Они, знаете, эти тесты не то, чтобы прямо на потенциал. Там такой достаточно широкий срез личности получается на выходе, да, но вот в этой расшифровке, в этих результатах, да, по итогам этих тестов есть и про потенциал. Там можно понять, да, как человек будет себя в процессе обучения вести, каковы его наклонности, как он раскрывает вот себя, да, в каких ситуациях. Это все тоже можно посмотреть. Вот четыре таких теста интересных. Цветовой тест Леушера достаточно простой тест. Даете карточки с цветами, он их выбирает, и каждому цвету соответствует определенная свое, такое, знаете, своя дешифровка, да. Например, красный и желтый цвет очень хороши. Вот в нашем ситуации, если человек выберет в числе первых цветов красный и желтый, да, такие квадратики наши цветовые, да, мы им предлагаем восемь цветовых, и он выбирает, вот, предположим, красный, потом желтый, или наоборот желтый, потом красный. Это неплохо для нас сейчас, да, в данной ситуации, потому что эти цвета как раз вот означают потребность в достижении и в лидировании. Вот здесь, видите, я пометил вовлеченности, общение необходимо, да, человеку этому, он предпонимает, что без общения не обойтись. Незавершенные истории Гилфорда, вы тоже можете посмотреть, они свободно есть в интернете. Это картинки, да, на каждой картинке некая ситуация, там прям человечки есть, всякие такие, знаете, и в каждой такой картинке с историей даются еще три картинки возможного развития этой ситуации, которая изображена на первой, да, и вот человек выбирает, и там есть определенный ключ, что означает его выбор, и вы можете посмотреть и понять тоже, что это за человек и какие у него установки, есть ли у него вообще вот эти склонности, да, опять же, к общению, к взаимодействию, к запрашиванию поддержки от более опытных, да, то есть вот это то, без чего потенциал не раскроется. Очень сложно предположить, что если человек не обладает этими элементарными коммуникациями, не может жить в группе, да, в какой-то вот работе, это всегда группа, это какой-то коллектив, то, конечно, сложно предположить, что он раскроется, да, вдруг окажется, что он необщительный или он сложно контактировать с людьми, то есть там нужно просто посмотреть. И опять же, вот этот опросник ММПИ, про который мы говорили, тот самый срез, который показывает и мотивацию, но вот здесь, помимо мотивации, да, мотивационной направленности, он показывает, какие ведущие потребности у человека и к чему он предрасположен. И в числе ведущих потребностей мы смотрим, да, что у него там есть, там саморазвитие, есть ли у него там желание получать новые знания, новые навыки, да, отрабатывать, то есть мы там увидим это тоже. Но это тоже достаточно сложные такие, вот, например, ММПИ, да, Леон Гардыш, Мишка, достаточно такие, ну, сложноватые, а не объемные тесты. Лучше привлекать специалиста или HR-менеджера, который уже не раз их делал, да, и еще вдобавок, хорошо, если у него есть образование психологическое. Так, ну, здесь, наверное, долго не нужно говорить, просто имейте в виду, что потенциал претендента с потенциалом будущего руководителя надо сравнивать обязательно. Для чего? Чтобы понять, как они будут работать. И вот смотрите, например, плохо, когда потенциал сотрудника выше, чем руководителя. Правильно? Угу. Потому что здесь возник, ну, сами понимаете, здесь долго говорить не нужно, может возникать всякие конфликтные ситуации, да, руководитель не будет пользоваться авторитетом у сотрудника, руководитель будет также стараться уязвить этого сотрудника и так далее. Потенциал у руководителя значительно выше, чем у сотрудника, тоже не очень хорошо, потому что, видите, вот здесь вот он просто забьет подчиненного, да, не даст ему проявлять инициативу. А подчиненный, чувствуя свою вот эту, ну, как бы сказать, по сравнению с руководителем, свою вот эту низкую такую позицию, он будет скован, да, чрезмерно. Но все-таки это лучше, чем вот этот вариант, да, второй. Ну, не очень хорошо, когда у руководителя на нуле потенциал, он профессионал, но потенциала у него нет, да, а у сотрудника в норме, да, тоже не очень хорошо, но тут все-таки можно избежать каких-то трений, ну, и как-то разъединить этих людей, может быть, как-то выстроить взаимоотношения так, чтобы не было вот этого, такого противостояния не возникло. Обучаемость. То же самое в процессе разговора, да, можно все это прощупать и оценить. Каких результатов вы достигли на предыдущем месте работы? Сами понимаете, да? Задаем вопросы и вот выясняем, что человек нам рассказывает, каких результатов он достиг. Мы, важно уточнять, да, задавать дополнительные вопросы. Как выполнять задачу? Вам было сразу ясно или нет? Если не сразу, то как вы действовали? Что вы предприняли? Вот здесь мы поймем, как человек получает новые знания, да? Во-первых, готов ли он их получать, получать настроен он, делать что-то, чтобы их получить, да? И получает ли он их в итоге? Откуда он их получает? Как? Читает? Обращается за советом, опять же, более опытным? Или там, упирает там на собственные знания, на собственную энергию, да? Либо он все-таки просит у других. Хорошо, если и то, и другое, да? Ну, человек развивается. Можно задать бизнес-кейс, такой, опять же, описательный, да? По сути, это будет оценка методом решающих вот ситуаций или критических инцидентов. Есть такие методы оценки. Это когда мы описываем какие-то, знаете, такие критически важные ситуации в работе, в реальной, которые возникнут у него на этой должности. Мы же знаем это, да? Мы можем спросить у руководителя подразделения. Там же кто-то работал до этого, да? И руководитель подразделения нам опишет эти ситуации, да? Мы их зафиксируем, мы можем задавать их на собеседование во время интервью в качестве кейсов таких словесных, описательных. Поэтому обучаемость, конечно, нужно просчитывать тоже с помощью вопросов на собеседовании. Но и есть тесты, ну, вот самый простой тест, это код, так называемый, краткий ориентировочный тест. Легкие задания, 50 вопросов, да? Можно выполнить даже, в общем-то, за 15 минут. Вы, наверное, слышали, возможно, про такой тест. И вот человек заполняет этот тест, очень легкий ключ к нему, и сразу видно, да? Человек способен обрабатывать информацию, он вообще обучаем, в принципе, или нет, или потолок, вот тот, который у него есть сейчас, да, и надеяться больше не на что. Так что, вот, такой простой инструмент тоже можно использовать. Есть еще другие, более сложные инструменты, тесты. Вот эти, например, три теста, вот эти, я вам рекомендую использовать для новичков. для тех, кто пока не имеет опыта работы, это вот хорошо его использовать для оценки выпускников вузов. Мы зондируем логика, да? Способен запоминать, анализировать тексты, да? Вот этот тест, NMG, да? Как соискатель воспринимает числовую информацию? Он вообще в числах быстро ориентируется, он умеет их анализировать, отшлаковывать лишнее и так далее. И проблем-сорвик тест, это очень такой хороший на быстроту реакции мышления. И здесь, знаете, что? Здесь вот важно, как человек анализирует текстовую информацию, числовую, графики, таблицы. Вот быстро он включается в этот процесс, способен он вообще постичь, да? Но это оправдано, когда, конечно, вы предполагаете, что вы будете в процессе обучения использовать эти инструменты, эти графики, таблицы. Но в целом посмотреть, да, вот, ну, каковы, да, интеллектуальные способности человека, вот он вообще способен постигать информацию, способен обрабатывать ее, никогда не помешает. Пол Торренс дорисует картинку, это для проверки творческой креативности, да? Есть такой, просто дорисуют фигуры, и вот типичный вариант ответа, а вот креативный вариант ответа, да? То есть, насколько креативна мысль человек. Можно посмотреть, это такие картиночки, это фрагмент, это не весь тест, но это вот часть его. Похожий тест, тест Верона, также тоже на творческий потенциал, вы можете тоже его посмотреть, дополнить рисунки, обычный ответ, оригинальный ответ, вот они все есть. Тест ПИФ очень хороший, это придумала Капси Консалтинг, но, вы знаете, на самом деле это даже не тест, это психометрическая такая оценка, то есть, там несколько тестов внутри нее. Первый блок теста способностей, что я могу, да? Максимум способностей, ну и личностные опросники, что я хочу, мы выявляем мотивацию сотрудника, хочет ли он вообще что-то, и что именно, мы увидим. И вот результат мы получим по четырем блокам его способности к анализу, к действиям в условиях изменений, к коммуникациям, к драйву, то есть творческое начало. Ну, это то, что можно учитывать на случай, когда берем новичка без опыта. Это, помните, мы говорим, когда человек уже хоть какой-то опыт имеет, мы его спрашиваем про этот опыт, про прошлый, а вот пришел человек без опыта, да? Нам, опять же, нужно про сканировать вот эти три компетенции, обучаемость, потенциал, мотивацию. Мы частично с вами уже затронули это, да? Раньше, когда, например, говорили, что тесты есть на обучаемость, можно попробовать. Но, опять же, здесь аналогичный подход. Задаете вопросы, вопросы формулируете так, чтобы по ответам про вот сканировать его склонности вот к обучению. Ну, например, вы можете сказать, если вам нужна клиент-ориентированность, да, вы принимаете на менеджера по продажам или на не того, который будет, да, вот из офиса продавать или с прямым продажем заниматься. Допустим, продавца магазина, вот вы берете без опыта, да, людей. Ну, тогда, конечно, тоже задайте вопрос этому выпускнику, там, сказать, ну, вот смотрите, вот вы, вы торопитесь, вы торопитесь там, на занятие, да, уже, возможно, даже опаздываете, или у вас сегодня зачет. А вот вас, там, прохожий о чем-то спросил, вот он не знает, как дойти, да, просто он спросил совет, как дойти. Как человек среагирует? Опять же, это очень показательно, да, скажешь, да, мне не до этого сейчас вообще, я бегу там, ну, понять можно, но все-таки не очень хороший ответ для нас в плане клиент-ориентированности, да, если мы проверяем клиент-ориентированность, ну, он, возможно, также будет и потом себя в зале, да, вот в торговом вести. Не так, но близко к этому, да, то есть все-таки здесь надо понять, как человек, вот, ищет компромисс между своими интересами и интересами другого человека, правильно? То есть мы должны это прозондировать. Например, про что-то там, я не знаю, что нам еще может быть, вот, если про обучение, сказать, вам нравилось, вам что-то особенное, да, в учебе, когда вы учились в УЗИ, что-то особенное, вот какие-то особенные предметы, особенный раздел. Он говорит, да, нравилось, что, мы его спрашиваем, он нам говорит, что, мы его спрашиваем, а вот, если это вам нравилось, вы что-то сами, помимо плана обучения, делали, или вам хватало, да, давайте подыграем, скажем, или вам хватало, да, хватало вполне, да, ну, наверное, да, ну, не очень хорошо, да, если тебе нравится, и ты ничего дополнительно нигде не смотришь, да, то тогда это, наверное, плоховато, да, вот, это я по себе знаю, хотя я уже давно не выпускник, да, но если мне что-то нравится, да, я могу поискать, что-то почитать дополнительно, да, что-то меня заинтересует, когда там, знаете, появились вот эти новые теории развития людей, опровергающие, что мы все произошли от обезьян, да, и появились люди-гриберианцы, еще какие-то люди, забыл, как-то они называют еще на ВУК-ВУК, там, на Алтай, выходцы из Алтая, то, конечно, мне было это очень интересно, я это читал, да, ну, элементарно, поэтому вот такие вопросы можно задать, касающиеся его обучения в ВУЗе, и его поведения в бытовых ситуациях, да, и понять, как и что, если мы, например, нам нужен человек, который все будет раскладывать по полочкам, все будет, нам нужен человек, который будет все структурировать, систематизировать он должен в работе, ну, давайте его спросим, как вот он убирается в доме, не бывает ли, что он после уборки ничего не находит на своих местах, да, он говорит, да, у меня это постоянно, ничего не нахожу, ну, потом, конечно, нахожу, но это все трачу время, да, ну, тогда для такой работы, для рутинной, для монотонной, наверное, нам человек такой не подойдет, да, возможно, он будет уместен на каких-то творческих, позициях, может быть, он креативностью обладает, но вот здесь, для такой позиции, он не подходит нам, да, можно оценить тоже и выпускника, ну, Константина Харского есть тест, прекрасный клиент ориентированность компании, да, он очень простой, там тоже, такие вот сформулированные утверждения, к ним дается четыре варианта продолжений, он выбирает, и мы по ключу потом, видим его ответы, обрабатываем это все, и понимаем, вот, насколько развито в нем это качество, клиент ориентированность, простой достаточно инструмент, его можно использовать и не психологу, вполне, и чар-менеджу любому. Четыре мифа, то, что я, о чем я вам говорил, о потенциале мотивации соискателя, у человека горят глаза, он светится от счастья, вот смотрите, волнение, возбуждение, возможно, есть люди очень впечатлительные, сенситивные, и они могут, у них глаза могут светиться от самой ситуации, да, от самого того, что он на собеседовании, у него волнение смешивается с каким-то счастьем преодоления себя, что он пришел на это собеседование, что он общается с ичаром, он о чем-то рассказывает, о себе и так далее, то есть мы понимаем, что причин для того, чтобы глаза горели, может быть множество, и просто так вот говорить, ах, у него горят глаза, это, наверное, ну, не очень правильно, хотя многие чары так говорят, мы берем людей, которые горят с горящими глазами, но, наверное, надо понимать все-таки, что здесь фраза немножко поглубже, когда говорят чары с горящими глазами, они, наверное, имеют в виду все-таки, что это люди с мотивацией, с желанием совершенствоваться, профессионально расти, получить какие-то знания здесь, в компании, будем надеяться на это, если просто горят глаза, нет, соискатель говорит, что хочет получить степень MBA, ну, уже достаточно сейчас критично, работодатели смотрят на степень MBA, и в силе того, что уровень обучения MBA очень разный, и порой очень теоретичное обучение, и то, что сотрудники, которые закончили MBA, очень, такие, знаете, тщеславными становятся, у них большие запросы становятся, но они не всегда эффективны, к сожалению, вот эта теоретичность сказывается, и поэтому это хорошо, что он хочет получить MBA, конечно, мы ставим галочку, он стремится, наверное, все-таки обучаться, но зачем он это делает, надо уточнить, а зачем он хочет MBA получить, он говорит, да вы знаете, я получу MBA, я буду ходить с этой корочкой везде на собеседованиях, и ей вот махать, и требовать себе хороший оклад, и так далее, да, наверное, это тоже одна из целей, и может быть, она с точки зрения его правильная, но хороша ли она для нас, да, если мы не та компания, в которой нужны, как можно больше сотрудников со степенью MBA, то, наверное, тут мы должны отнестись к этому трезво, да, к этому очень, кандидат рассказывает о мечте, о своей мечте, о деле жизни, да, опять же, воплотить удастся или нет, и многие растрачивают свой потенциал по пусту, живут вот этими какими-то утопическими идеями, и в результате они не делают ни текущих каких-то, да, вот не решают текущие задачи, и не воплощают свою идею, и где-то между, вот в таком подвешенном состоянии находится, и, конечно, ну, не очень, да, это как бы хорошо для нас, если нам нужен человек, который будет эффективен здесь и сейчас, на нашей работе, да, ну, и любит учиться, мы уже с вами про это говорили, многие любят учиться, и тоже, опять же, это неплохо само по себе, но для чего, и удается ли применять эти знания, вот это важный вопрос, я знаю много очень людей, и среди эйчаров, и среди неэйчаров, которые учатся, получают образование одно с другим, курсы различные, но это как, знаете, как вот ветер, вот как некое мимолетное увлечение, да, поэтому это, конечно, ну, тоже не всегда хорошо, да, все-таки мы хотим, чтобы человек применял знания, как-то реализовывал себя, и, опять же, помогал бизнесу, компании существовать, да, и работать, и продвигаться как-то, и развиваться, вот так, такие мифы, ну, и под конец я вам хочу сказать, что все-таки мы не забываем, что главный фактор успеха, после того, как вы примите кандидата на работу, это все-таки система адаптации, особенно среди тех, у которых есть нехватка неких знаний и компетенций, вы понимаете, что такая система адаптации, это не только вот, вот такой, да, человека в среду, чтобы ему стало здесь комфортнее, а это еще и, тут часть адаптации, это тоже и обучение, оно может быть, не обязательно, да, для этого создавать корпоративный, прям, университет, это не должно быть что-то обязательно массивное, громоздкое, сложное, нет, это достаточно иногда просто, чтобы был человек и наставник, или в роли наставника руководителя, подразделения выступает, были какие-то свои там коллеги, да, баддинг, мы знаем, шедуинга для управленцев, это все вот эти способы, они хороши, про онбординг, так называемый, про систему адаптации, у нас тоже подробно говорится, и на курсах менеджера по персоналу уровень 1, менеджер по персоналу уровень 2, там тоже можно, если вы пойдете, тоже про это подробнее поговорить, есть там своя специфика, свои тонкости, но вот, если мы, да, понимаем, что мы берем сотрудников, кандидатов, да, принимаем без опыта достаточного, без достаточных навыков, знаний, и мы их будем обучать, то, конечно, вот эта система начального обучения должна стать частью онбординга, то есть система адаптации, и быть вписана в эту адаптацию, да, не обязательно, опять же, это все сложное, там надо что-то городить, какой-то неимоверный огород, но все-таки продумать ее и выстроить, да, и сделать логичное, хорошее, и вписать туда начальное обучение, чтобы это все было выстроено хорошо, это очень важно, да, это, и опять же, как обучать, как оценивать, вы знаете, раз вы занимаетесь обучением, как оценивать, какие рэперные точки, точки контроля делать, какие формы оценки практиковать, тоже очень важно понять это, да, это все тоже закрепляет наш подбор, да, если мы вот все оценили, выявили мотивацию, потенциал, обучаемость с помощью тестов, с помощью беседы, да, мы выбрали людей, чтобы они потом оправдали наше желание, все-таки нужна адаптация и обучение, продуманное, хорошее обучение, да, пусть оно будет практическим, таким вот, прям в работе уже, в ходе работы, но оно должно, конечно, быть, и без этого все наши усилия по подбору, по выбору вот таких подходящих кандидатов, сойдут на нет, да, вы согласны с этим? Хорошо, что вы так вот понимаете, я напомню вам, чуть-чуть расскажу о центре специалистов, но вы уже знаете эту информацию, да, вот, миллион выпускников, это существенная, очень внушительная сумма, цифра, извините, сумма, это немножко из другой оперы, более тысячи курсов, 250 преподавателей, экспертов, вот это, все наш учебный центр, я вам говорил уже про курсы, которые у нас есть, и по оценке, и по мотивации персонала, и менеджер по персоналу, уровень 1, уровень 2, и будет у нас скоро, менеджер по персоналу, уровень 3, это HR аналитика, это то, как анализировать, как оцифровывать работу, и даже в самых, казалось бы, самые неоцифруемые, неоцифруемые, да, сферы, как оцифровать, и как просчитать, и показать выгоду для бизнеса, это серьезный такой, хотя и короткий, достаточный курс, он тоже есть, поэтому вы можете посмотреть все, и увидеть, так, Эмиль пишет, так, сейчас я попытаюсь, Эмиль, прочитать, это все, не могли бы вы добавить, а что добавить, Эмиль, напишите, пожалуйста, еще вот следующим сообщением, если вам не сложно, презентацию, добавить куда, в личный кабинет участника, очень хороший материал, для подготовки к собеседованию, хорошо, да, я попробую это сделать, чтобы вы могли, чтобы вы имели доступ к этому, извините, что бегло так, потому что время наше сегодняшнее ограничено, но я постарался дать вам инструментарий, и если вы придете, мы с вами увидимся вот на этом курсе, менеджер по персоналу уровень 1, 19 января, вот, добавлю, хорошо, Эмиль, я вас понял, всем, кто слушали нас дистанционно, тоже большое спасибо, я надеюсь, вам это все тоже пригодится, вы как-то это используете, во всяком случае, мне бы очень этого хотелось, чтобы наша беседа сегодня не была пустой, или теоретичной, рад был вас видеть, если у вас вопросы, давайте мы их быстренько сейчас постараемся с вами рассмотреть, у очных слушателей, конечно, есть преимущество, они могут со мной обсудить это уже даже без записи. Я правильно поняла, что главный критерий, это готовность... Идем. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...